у нас есть одна попытка если я сейчас промахнусь с выстрелом а я могу промахнуться то он нас конечно уничтожит хорошая попытка привет всем любителям игры war thunder rocket mark 1d это боевая разведывательная машина которая больше классифицируется как истребитель танков оснащен 76 миллиметровой пушкой имеется лазерный дальномер и система ночного видения броня же этого колесника оставляет желать лучшего но и главный вопрос как же чувствовать себя ройкот в игре war thunder на боевом рейтинге 87 давайте проверять ну что дамы и господа хюргенский лес ройкот марк 1d поедем и наверное по b-линия я честно говоря сто лет туда не ездил посмотрим что там поменялось можно ли там вообще вести стрельбу на быстром колеснике если там возможность занимать тайминги но и ловить проезжающих сейчас мы это все выясним если конечно нас не остановит какой-нибудь шальной выстрел атакой часто присутствует в игре war thunder едем мы вместе с безумной колеской xm 800 т если что я буду работать по его засвету но он прям достаточно бодрый едет мы со своими 66 70 километров в час не догоняем его так а если возможность вообще отсюда пострелять по кому-нибудь так там еще француз был надеюсь он не через пусты эти не видят потому что это будет печально еще один танк там плохо не пробило из 4 слушайте позиция конечно у меня очень плохая попадание напомню у меня здесь 311 миллиметров в упор так и где нам что нам сделать отлично леопардик 1 не пробивается танк двигатель поставили мы на двигателе саша 4 но надо как-то в нлд вот примерно вот под таким углом уничтожать командир и на самом деле я двигаюсь вперед-назад на чтобы ну хоть как-то увеличить шансы на промах на мисс 4 живет отличная живучесть урона . нет здесь за углом еще один танк стоит отлично наконец-таки расковыряли мы со 4 здесь был танк еще один как стоять стоять я уже пропустил танков достаточно много там по ходу маус какой-нибудь не пробил до маус надеюсь он меня отсюда не особо попадет но у него есть все шансы попасть по нам снова урона нет ух я что-то пока честно не догоняя почему у нас такой отвратительный урон ну что надо пока оставить эту затею откатиться немножечко назад прежде чем по нам начнут стрелять потому что все таки я в таком полуоткрытым пространстве хрен с ним с этим маусом 44 к походу т-44 100 но интересная позиция как я говорил я сюда уже сто лет не ездил поэтому поэтому я как в тире себя ощущаю нас уже шесть снарядов 6 основных ломов осталось до самое противные танки у нас из 4 который на которую я потратил около пяти выстрелов маус тут который не пробивается так где-то здесь будет проезжать еще один наш друган ездить вперед видим танк француз двигатель откатываемся назад еще один из 6 не хочу с ним перестреливаться на барабане из 6 у нас отыграл свое пусть отворачивает ствол рисковать мы не будем я бы после этого на самом деле поехал бы пополнил боекомплект что но отлично не прям супер много говорится 6 фрагов есть 6 фрагов нам бы как-нибудь попадание в борт без урона понимаю что но он откинулся дымами я думаю что он сдал назад я подпушивать явно не хочу возможно поедем сейчас пополнять быка уже хотят четыре лама это потанцевальных 4 фрага их уже три фрага там у нас еще катаются товарища слушайте ну на самом деле я здесь свою миссию можно сказать выполнил неплохо на ура поеду я в город пополнять быка тут уже наверное наша команда сама закончит начатое ну вот такие вот значит фланговые атаки наверное лучшая тактика для ройкота марка 1d многие игроки уже по выходили а те которые остались просто щемятся уже на своем респауне я думаю что мы даже не успеем здесь сделать больше никаких фрагов сейчас пополним быка и посмотрим если что перейдем к следующему бою так понимаю закинул у нас наверное в топ скорее всего дачам нет поедем объезжать завод скорее будем объезжать вот здесь товарищ совсем направо поехал через бинокль смотрим возможно подъезжающие танки там будут казенник выбили плохое попадание нас засветили кинем арт удар разведка не сработала объект 685 тур у нас здесь тоже катается дамочка нужно отъезжать назад а лучше подъезжать хорошо тур мы танканули повезло с тем пока непонятно с товарищем что нам делать не пробил есть то сзади сзади пока не особо кого есть игроков много конечно здесь слушайте ну давай 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 родимая отлично я встану пока на ремонт это понимаю нас проблемы с колесом собственно эту сторону и более-менее отбили но точку саму пока еще не захватили захватывать точку так стр в этом работает суши мне бы еще пару заборчиков чтобы она сломала будет отлично так куда ты едешь так урона нету т-10 но он меня не видит откатывается тоже назад нужно забирать шестьдесят двойку так ну шестьдесят двойка живет пока у туром 3 внезапно выкатился на нас но шестьдесят двойка пережила достаточно много попаданий принципе вот такой тройка получается у нас в топе довольно таки забавный танчик что дамы и господа писки песков а именно синая у нас превосходство и поедем играть от точки цен если конечно нас тут никто не будет поджимать по идее должны быстрее приехать чем наши гусеничные коллеги но учитывая что наш танк не сильно быстро гоняет по грунтам то 62 километра будет для нас наверное недостаточно чтобы успеть заехать более менее в тайминге вы можете заметить там x30 супер едет даже гораздо быстрее чем мы казалось бы от было выбирать конечно ехать по дороге но это уже совсем другая история ройк от марк 1d у нас уничтожается видар его убивает так у меня здесь не сработала разведка как вы могли заметить здесь у нас уже танк отлично заряжающий двигатель честно не знаю хочу ли я на него снова выкатываться но как будто бы нет механик водитель двигатель трансмиссия по идеям по мне не может стрелять это не точно заряжающий что дает очередное подтверждение тому что танк достаточно живучий чтобы сделать 12 выстрела точнее сделать фраг нужно потратить один или два выстрела той больше от едем чуть подальше переждем арт-удар тем более скорее всего нас засветили прям на метке стоит танк казенник т-64 живи справа есть танк но надо разбираться с этим товарищем я походу не пробил это у нас там тур что ли стоит все не нравится мне как он летит сюда причем целенаправленно но если бы он разбился мне бы засчитали враг за самолет лично взрыв боекомплект в заднюю полусферу танка но на самом деле это редкость нам нужно категорически срочно нужна зенитка чтобы так отлично г-91 который скорее всего и был воздухе разбился а его сбили что нам делать с этим туром пока я не понимаю он отъехал этому что можно вперед проезжать слетает 74 вперед проедет без без ответки я за ним поеду следом так разведка не сработало значит это у нас нет танк ведь так это работает да абсолютно верно это была часть какого-то здания или что-то типа того поэтому так у нас вот здесь вот где-то стоит танк я его вижу но как него поймать может быть он здесь будет проезжать а может там его уничтожили можно попробовать сместиться ближе к центру снова привода наведения в общем мистер ассист в этом бою я почему по мне потому что я самая такая уязвимая минус наводчик дамы и господа все нормально вопросов нету хороший урон достаточно киберспортивный так этого тоже забрали слушайте но они хотели конечно насколько у нас тут переиграть повезло конечно с одной стороны что не уничтожили но с уроном опять-таки но не подкрутили до конца так гораздо приятнее лично еще одна зенитка гепард минус зенитка там по-моему за камнями кто-то еще был до 50 пятка я думаю что и до ядерки все таки мы с вами не успеем добить но в целом целом неплохой бой плохо видно но попробовать конечно можно по разведданным забирает там очку но на самом деле мы здесь за счет разведки за счет активной разведки набрали столько опыта но ядерку к сожалению не успели набить что дамы и господа такой вот бой у нас получился мы особо здесь ничего не сделали просто по настреляли по на танковали в целом такой вот бой вышел у нас в конце можно посмотреть результаты боя поэтому Продолжение следует...